Меня зовут Эктерман Виктория Дмитриевна, мне 27 лет. Все друзья и знакомые называют меня фрау. Вика, кем ты работаешь? Вопрос в лоб. Медсестры по вызову сейчас. Как это так? Я просто бросил взгляд на декольте. И сразу все вопросы отпали, да? Я долгое время работала медсестрой в больницах, в частных различных клиниках, в лабораториях и так далее. Долгое время это сколько? Ну, почти 10 лет. Вика, сколько тебе лет? Мне 27. 27, ты замужем? Нет. Дети? Нет. Почему? Не тех я выбирала и вовремя останавливалась. У меня есть мужчины, так скажем, для здоровья, но для души кого-то я пока не встретила. Ну, ты кого бы хотела, чтобы у него был какой-то малый бизнес или большой у него, огромная корпорация? В идеале, вот чего бы ты хотела? Наверное, это что-то должно быть, чтобы все-таки свободное время у него было, при этом, чтобы он получал удовольствие от своей профессии. А что ты можешь дать такому мужчине? Себя, поддержку, любовь, заботу, да все, что пожелаешь. Ну, себя многие готовы отдать. Почему он среди всех должен выделить тебя? Потому что я особенная. А в чем твоя особенность? Я манифестер по хьюман дизайну. У меня ощущение, что вот под этой маской, вот этой хохотушки, веселушки и этом прекрасном декольте что-то скрывается. Мой довольно откровенный образ является уже частью моей личности. И некоторые мои знакомые считают, что я сама создала свой образ и органично в нем существую. Я себя чувствую в нем комфортно. И излишняя, возможно, порой открытость, она тем самым отбрасывает лишних людей, которые вот увидели грудь, попу, и им дальше неинтересно. Ты говоришь, я медсестра по вызу, ха-ха-ха, посмотрите на меня, какая я прекрасная, мне нужен богатый муж. Да, мне, ну, уж точно не медбрат, он столько не зарабатывает. Потом ты говоришь, что на самом деле-то у меня есть душа, и на самом деле меня воспринимают вот как-то по-другому, не так, как я себя предъявляю. Нет, не так, как я себя знаю. Что бы тебе хотелось, чтобы что в тебе люди видели? Что-то более глубокое. Скажи, пожалуйста, как родители тебя воспитывали? Ты жила в полноценной семье? Ну, сначала, да, потом они развелись. Вот, поподробнее. Ну, развелись и развелись. Родители от тебя требуют замужества, внуков? Ну, мама, да, я пока сейчас с мамой жила, она мне говорила, вот, когда ночь нормального мужика уже, зам... Вот у меня в твоем возрасте уже двое детей было, зато я не развелась. Вик, смотри, ты сказала, мне все равно развелись и развелись. А потом ты говоришь маме, но зато я не развелась. Значит, тебе не все равно, что она... Ну, конечно, не все равно. Я была всю жизнь папиной дочкой, а потом его нету. И я осталась с мамой, которая, ну, как мне всегда казалось, ближе с моей сестрой. Я осталась вообще одна, по большому счету. Наконец-то мы видим тебя настоящего. Спасибо тебе за это. Потому что вот, ну, такая Вика нам понятна. Такой мы видим проблему теперь. И теперь мы понимаем, Вика, почему ты оказалась здесь. Видна грусть. И почему ты так хочешь внимания, и почему ты так общаешься с мужчинами. И почему у тебя такая защитная реакция на все. Это как бы теперь нам стало очевидно. Я глубже, чем кажусь на первый взгляд. И хочу, чтобы люди это понимали. Что у тебя внутри сейчас, Вика? Я хоть в одежде чувствую себя голенькой. Ну, потому что обнажили чувства. Вика, я хочу тебя попросить, так как ты с нами будешь целый месяц, чтобы ты этот месяц была настоящей. Иначе мы не сможем тебе помочь. И я буду надеяться, что к концу этого месяца, который ты проведешь с нами вместе, ты будешь спокойно уже говорить о своих чувствах. И вот за этой хохотушкой действительно мы все сумели разглядеть ту маленькую девочку, которая все-таки не так просто дался развод ее родителей. Но тем не менее, это жизнь твоих родителей. А у тебя должна быть абсолютно другая жизнь. Твоя. И мы будем с тобой рядом. Первым этапом перезагрузки Виктории будет встреча с психологом Владимиром Дашевским. Вика, добрый день. Добрый. Хочу радовать видеть, наконец. Я тоже рад. Помню, как мы встречались на знакомстве. Появились какие-то выводы или вопросы ко мне. Когда мне сказали о моем внешнем виде, что он вызывает, так скажем, первую реакцию, не совсем верную, у моей первой реакции было отсмеяться, пошутить и так далее, как я делаю всегда в обычной жизни, то потом я задумалась, а почему вообще у меня должна возникать подобная реакция? То есть это маска? Да. Такая маска, фрау, которая к тебе приросла, и ты забыла, что там под маской. А зачем тебе вот сегодня, например, на встречу со мной было одеваться именно так? Так как встреча у нас сегодня первая, мне хотелось, наверное, быть в том образе, в котором я изначально пришла на шоу. Ну, конечно. Чтобы решить уже эту задачу. Чтобы я не забыл. Не-е-е. Не, ну а я думал, ты флиртуешь со мной. Так или нет? Ну, отчасти. Флирт – какое-то особенно игривое поведение в целях понравиться другому человеку. Чаще всего человеку противоположного пола. Но для чего вообще, в принципе, вот это понравится? Если ты знаешь, что другой к тебе относится хорошо, если ты ему нравишься, то ты можешь быть спокоен. Значит, он тебя не загрызёт, но значит, не будет делать тебе что-то плохое. Это очень интересный вопрос, правда? Тебе самой-то хочется в этом разобраться? Да. Ты себя опять флиртуешь? Нет. А что ты делаешь? Это тоже проблема. Из-за того, что я вот так общаюсь, люди не всегда понимают, что я говорю правду. Для того, чтобы тебе помочь, нам нужно разобраться, где ты настоящая, а где ты играешь. Но ты это делаешь всегда, везде. Это единственный способ для того, чтобы что-то получить от этого мира. Так? Да. Давай представим себе, что вот этого оружия у тебя нет. Как тогда общаться? В некотором смысле флирт – это такая попытка установить такое безопасное взаимодействие. И чаще всего это требуется тем людям, которым страшно. А флирт, он даёт как будто бы такую иллюзию управления. Мы сейчас с тобой исследуем вместе ту часть тебя, которую ты предъявляешь миру. предположим, что у тебя сейчас последний шанс для того, чтобы действительно решить свою проблему. Мне сейчас кажется, что ты не готова. Я очень хочу. Дай мне за что-нибудь ухватиться. Ты скользкая. Никогда себе такой не считала. Ну, ты ускользаешь. Только-только с тобой вот приходим к чему-то, и ты… и убежала. Скажи мне, что тебе мешает добиться своей цели. Что меня отвергнут? Конечно, это страшно, что тебя отвергнут. Поэтому ты немножко себе помогаешь. Первое – отвергаю. Ну да, или с помощью сексуальности. Это же тоже дополнительная сила, да? Да. Хорошо. Я подготовил для тебя эксперимент, в котором у тебя будет возможность познакомиться с той частью себя, которую, возможно, ты забыла. Также это поможет тебе разобраться в том, как ты предъявляешь себя миру. На эксперименте я бы хотела бы, наверное, зайти, а там полный зал, и я ведущая своего нового шоу. Не зря, что я сегодня так нарядилась. Владимир Дашевский подготовил для нашей героини эксперимент, в котором Вика будет лишена своего главного оружия – внешности. Ты находишься в заброшенном метро. И что, мне надо идти туда? Почему ты молчишь? Голос в голове. Когда я только зашла в комнату, я вообще не поняла, что происходит, почему так темно вокруг. Я открыла глаза, смотрела, вокруг меня какие-то палки, лопаты, и я поняла, что это квест. Погнали. Мне нужно отсюда выбраться. Голос мне спрашивает, нужна ли мне помощь. Я сказала, да. Я думала, что он меня просто направит, куда мне что делать. Тут открывается дверь, и заходит молодой человек. Вика, привет, меня зовут Никита, я пришел к тебе на помощь. Ай, я не вижу ничего. Ладно, вдвоем уже не так страшно. Когда зашел, я сразу ее не увидел, там было темно, но увидел, что было платье. Как будет вести себя Вика в полной темноте? Не видно ни ее лица, ни одежды. И станет ли флирт ее основным стилем общения? Здрасте. Я буду помогать тебе проходить киос. То есть эта штука мне не понадобится? Да, давай, если что, я тебя защищу, оставь ее. Обещаешь? Да. Кажется, Вика решила продолжить общаться с мужчинами только на языке флирта, получая от них то, что ей нужно. У меня не было цели с ним флиртовать. Скорее, ну, это было просто в процессе обсуждения каких-то решений задач, которые нам предоставляли с Тим Квестом. Вот. И, ну, в процессе, возможно, какой-то шутки, юмора, простательные, это было взаимно, мне кажется, и было всем весело, задорно. Только в конце испытания Вика осознала, что смысл эксперимента был не просто выбраться из подземелья. Но стать при этом искренней и настоящей, не прибегая к привычному ей флирту и яркому образу. Ну, когда там кто-то стучал страшно, он шел с ключом вперед. Ну, когда какой-то пи*** в жизни, конечно, хоть кто-то пришел и с ключом всех раскидал. я одна, злая, расстроенная, не хочет, что кто-то обнялась, сказал, что все будет хорошо. Никто меня никогда не поддерживал по-настоящему. когда, ну, вот вы уже убрали у нее интервью, я увидел, что она плачет. Я не знал, о чем мы разговаривали, но мне очень хотелось ее как-то подойти, обнять, успокоить. Ну, как бы мы все нежелезные люди. Посещение стоматолога – один из важных этапов внешней перезагрузки. В рамках проекта Виктории проведут ортодонтическое лечение и тем самым вернут ей красивую, ровную улыбку. Вика – большая умница, молодец. Мы видим наглядный пример, когда идет процесс лечения на бретиках. Я очень хочу надеяться, что в финалу программы нам удастся снять и бретиты. И нам останется только сделать хорошую дидиену, все отполировать, отбелить. И это будет шикарный результат. Я очень жду, что с меня снимут брекеты и наконец-то увижу себя с новой шикарной улыбкой. Далее нашу героиню ждет встреча с косметологом проекта Юлией Чеботаревой. Лицо Вики – это типичный случай сочетания и расширенных сосудов, сосудов и пигментации. Таких женщин очень много. В Вике в нашей клинике мы наметили борьбу и с пигментом, и с сосудами. Начинаем мы всегда с сосудов. Это лазер Ви Бим плюс плазмотерапия. Затем будет фототерапия, Айкон Паламар. Затем будет ботулинотерапия. Будет контурная пластика с препаратами на основе гиалуроновой кислоты. И уход при помощи аппарата «Гидрофэшл». Вот смотрю на гардероб нашей Виктории и не вижу реально ни одних джинсов. Только платье, только платье. За женственность, конечно, ставлю пять. Даже шесть. Но ведь это как-то скучно. Хотелось бы немножко разнообразить этот гардероб. Спасибо. Клёво, мне кажется, мне сюда. Я хочу провести эксперимент и надеть что-нибудь, что я никогда на себя не надеваю. Привет, дорогая моя! Ой, ты весёлый мой человек! Слушай, ну ты меня удивил, на самом деле. Вик, я думала, ты придёшь в платье. Но ты, скажем так, даже превзошла все мои ожидания. Немного такая дрянная о девчонках, кожаных шортах. В прозрачных колготках, очень не таких говорящих ботинках. Но какой-то на тебе свитер, конечно, ну, не очень говорящий. У меня никогда не было свитера. Вот я решила начать свою коллекцию свитеров с этого. Сюда хочется чего-то добавить, потому что так твой костюмный ансамбль выглядит как бы не до комплекта. Да-да. Значит, сейчас меняешь колготки, меняешь шнурки. Я тебе выдаю вот такой кожаный жилет, который ты наденешь на свой первый в жизни свитер. И секундочку, вручаю классную сумку. И кепку. И кепку. Когда я вышла, увидела себя в добавленном образе, я сказала, что я похожа на немецкого почтальона. Почтальон Лихтерман приветствует вас. Теперь, мне кажется, твой образ завершенным, законченным и очень стильным. А вот когда я вышла в том, что выбрала для меня Катерина... Божечки, я прям принцесса Диана. Вот это уровень, друзья мои. Это комплимент и комплимент. Да. Что заставляет тебя видеть в отражении зеркала принцессу Диану? Такой образ собранный, все такое очень лаконично. Сдержанно. Да. Роскошно. Достойно. Да-да-да. По-королевски. Золотые пуговицы, да. По-королевски, верно? По-королевски, да. Это новая ты, закуси. Это новая ты, закуси. Вика, привет. Привет. Я покажу тебе, как минимальным количеством тональных средств выровнять цвет лица, сохранить здоровый румянец, именно сохранить, потому что он у тебя уже есть. Первый важный этап – это увлажнение. Я нанесу в один слой увлажняющую сыворотку. Выбирать её всегда нужно в соответствии с состоянием и типом кожи. Следующий момент. Сначала мы положим сиси-крем, а потом, если он не справится, уплотним консилером на проблемных участках. То есть вот сейчас кожа сияет, кожа без покраснений, кожа достаточно ровная, нет никаких границ лица и шеи, всё очень прозрачно. У меня на руке есть небольшое количество консилера, и также я сюда же нанесу капельку гелевых румян. Гелевые румяна смешаю с сиси-кремом. То есть у меня это розовый, не персиковый оттенок на лицо? Он будет, на самом деле, похож на твой настоящий румянец, который изначально у тебя на лице присутствует. Причём гелевые румяна, они же не плотные, и сиси-крем тоже не плотный. Поэтому сохраняется идеальная лёгкость и прозрачность. Вика, здравствуй. Привет. Я рад тебя видеть у себя в кресле. Тебя, твой розовый оттенок корней. Я была фиолетовая полностью. Это смылость. Твоё окрашивание имеет, скажем так, вопросы и к структуре волос, они слишком осветлённые, и к оттенку. И вообще, волосы о нас очень многое говорят. Вот твои волосы прям кричат мне о том, что их нужно покрасить. Впереди у Вики финальное преображение. Готова ли она познакомиться с новой собой? Или она так и не сможет расстаться с привычным для себя образом? Наконец, настал тот момент, когда наша героиня откроет глаза и впервые увидит в зеркале свой новый образ. Платье, хорошее платье. У меня в нём красивая грудь. Мне нравится цвет волос. Мне нравится эта прическа, но мне не нравится, что у меня короткие волосы снова. Мне просто не нравится короткие волосы. Я понимаю, что мне идёт, я понимаю, что мне так красиво и так далее. Я говорю, я полжизни так проходила. Но сейчас я не чувствую себя в этом комфортной. Мне не нравится. Я чувствую себя старше сейчас, чем я есть. Так приятно смотреть на тебя. Спасибо. Так ли тебе приятно смотреть на себя? Расскажи нам, пожалуйста. Я бы хотела вау. А вау не произошло. Ну, возможно, мне нужно время принять себя и посмотреть на себя с такой стороны. Вика. Привет. Это тебе. Спасибо большое. Что тебя расстроило? Скажи, я перед собой вижу красивую девушку. Посмотри на свой мейк и посмотри на свою новую прическу. Да, я выгляжу старше. Нет, ты не выглядишь вульгарно. Вот самое главное. Я тут не спорю, не выгляжу. Понимаешь? Да. Ты очень красивая и роскошная. Вот правда. Спасибо. Как ты считаешь, перезагрузка состоялась для тебя? Да, точно состоялась. Всё. И не вредничай. Тебя будет подводить твой 27 только твой характер, а не мужчины, которые будут за тобой ухаживать. Поняла? Да. Вот с твоим характером, к сожалению, вот я пока справиться не сумела. Буду надеяться, что всё-таки перезагрузка потом даст тебе после какое-то осознание. Спасибо. Желаю удачи тебе, дорогая. Спасибо большое. Я тебе очень хочу пожелать просто быть счастливой. Спасибо. Вне зависимости от того, какая длина волос у тебя и какое на тебе платье. Есть декольте или нет декольте? И, кстати, даже вне зависимости от того, сколько тебе лет. Спасибо. Как стать героем нашего проекта? Воспользуйся одним из способов. Заполни анкету на сайте tntonline.ru Отправь свою историю по адресу, что видишь на экране. Или набери по этому номеру телефона. Твоя перезагрузка может случиться именно сейчас. Жизнь превратилась в плюс-минус бытовуху. Не надо быть привлекательной для кого, да, поймала в капкан, и можно лежать на диване. Ты потерялась. И мы здесь для того, чтобы тебе в этом помочь. Три года назад Наташа была стройной и счастливой. Но сейчас она себя такой не чувствует. Я просто не могу себя принять той, какая я сейчас есть. Как полюбить себя сейчас, смотрите в воскресенье в 9.30 на ТНТ. Продолжение следует...